Есть ли перспективы у переговоров по Карабаху? По мнению российского эксперта, мадридские принципы, которые носят здравый, объективный и вполне логичный характер, могут привести к решению территориального спора между Азербайджаном и Арменией. Предлагаем интервью доцента кафедры политологии и социологии Рео имени Плеханова, члена экспертного совета офицеры России Александра Перинжиева. Вопрос Александру. Каким вы видите перспективы урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта и к чему он в конце приведет? Армянского переговорного процесса. В чем она должна заключаться? На мой взгляд в следующем. Во-первых, в разделении объектов обсуждения переговоров. На переговоры по поводу статуса Нагорного Карабаха и переговоры по поводу освобождения оккупированных семи азербайджанских районов. То есть это должно стать два разных вида переговоров между официальным Баку и Ереваном. Во-вторых, переговоры должны происходить на разных уровнях. Например, не только на уровне глав внешнеполитических ведомств и национальных лидеров, но и на уровне глав оборонных ведомств и парламентском уровне, и по возможности на общественно-политическом уровне. Полагаю, что в этом случае урегулирование конфликта пойдет по пути, который определили мадридские принципы, которые, на мой взгляд, носят здравый, объективный и вполне логичный характер решения территориального спора между Азербайджаном и Арменией. Вопрос. Как вы оцениваете попадание Армении в топ стран, тратящих на собственную милитаризацию, где она якобы обогнала Азербайджан, согласно докладу Стокгольмского международного института исследований проблем мира? Ответ. Что касается больших военных расходов Армении, то они носят весьма искусственный характер. Так, например, всю военную технику и вооружение, поступившее из России на территорию Армении, отправляют в 102-ю военную российскую базу, а институт может считать это, как купленное официальным Ереваном для собственных вооруженных сил. Также эксперты института могут приравнять к продаже факты передачи в лизинг России и Армении определенных единиц военной техники и оборудования. Полагаю, что подобная техника подсчета военных расходов имеет заказной, а по сути дезинформационный характер. Дорогие подписчики, хочу пригласить вас на свой авторский канал АЗ20%. Нуждаясь в ваших подписках и лайках, ссылка на канал в описании к этому ролику. Хорошего вам настроения и помните, победа будет за нами! Субтитры подогнал «Симон»